В Цырульне. Рассказ Антона Павловича Чехова. Утро. Еще нет и семи часов, а Цырульня Макара Кузьмича Блескина уже отперта. Хозяин, малый лет двадцати трех, неумытый, засаленный, но фронтовато одетый, занят уборкой. Убирать в сущности нечего, но он вспотел, работая. Там тряпочкой вытрет, там пальцем сколупнет, там клопа найдет и смахнет его со стены. Цырульня маленькая, узенькая, поганенькая. Бревенчатые стены оклеены обоями, напоминающими полинялую ямщицкую рубаху. Между двумя тусклыми, слезоточивыми окнами тонкая, скрипучая, тщедушная дверца. Над нею позерневший от сырости колокольчик, который вздрагивает и болезненно звенит сам, без всякой причины. А поглядите вы в зеркало, которое висит на одной из стен, и вашу физиономию перекосит во все стороны самым безжалостным образом. Перед этим зеркалом стригут и бреют. На столике, таком же неумытом и засаленном, как сам Макар Кузьмич, все есть. Гребенки, ножницы, бритвы, фиксатура на копейку, пудры на копейку, сильно разведенного одеколону на копейку. Да и вся циррульня не стоит больше пятиалтынного. Над дверью раздается взвизгивание больного колокольчика, и в циррульню входит пожилой мужчина в дубленом полушубке и валенках. Его голова и шея окутаны женской шалью. Это эраст Иваныч Ягодов, крестный отец Макара Кузьмича. Когда-то он служил в консистории, в сторожах. Теперь же живет около Красного пруда и занимается слесарством. «Макарушка, здравствуй, Свет!» Говорит он Макару Кузьмичу, увлекшемуся уборкой. Целуются. Ягодов стаскивает с головы шаль, крестится и садится. «Даль-то какая!» Говорит он кряхтя. «Шутка ли! От Красного пруда до Калужских ворот!» «Как поживаетесь?» «Плохо, брат. Горячка была». «Что вы? Горячка?» «Горячка. Месяц лежал. Думал, что помру. Соборовался. Теперь волос лезет. Доктор подстричься приказал. Волос, говорит, новый пойдет. Крепкий. Вот я и думаю в уме. Пойду-ка к Макару. Чем кому другому, так лучше уж к родному. И сделает лучше, и денег не возьмет. Далеконько немножко, оно правда. Да ведь это что ж, та же прогулка. Я с удовольствием. Пожалуйте-с». Макар Кузьмич, шаркнув ногой, указывает на стул. Ягода всадится и глядит на себя в зеркало и, видимо, доволен зрелищем. В зеркале получается кривая рожа с калмыцкими губами, тупым широким носом и с глазами на лбу. Макар Кузьмич покрывает плечи своего клиента белой простыней с желтыми пятнами и начинает визжать ножницами. «Я вас начисто догола», — говорит он, — «натурально, на татарина чтоб похож был на бомбу, волос гуще пойдет». «Тетенька, как поживаются?» «Ничего, живет себе. На медник майорша принимать ходила. Рубль дали». «Так-с, рубль. А придержите ухо-с». «Держу. Не обрежь, смотри. Ой, больно. Ты меня за волосье дергаешь». «Это ничего-с. Без этого в нашем деле невозможно. А как поживает Анна и Растовна?» «Дочка. Ничего, прыгает. На прошлой неделе в среду за шейкина просватали. Отчего не приходил?» Ножницы перестают визжать. «Макар Кузьмич опускает руки и спрашивает испуганно. Кого просватали?» «Анну». «Это как же-с? За кого?» «За шейкина. Прокофия Петрова. В Златоустинском переулке его тетка в экономках. Хорошая женщина. Натурально. Все мы рады, слава богу. Через неделю свадьба. Приходи, погуляем». «Да как же это так, Раст Иваныч?» «Говорит Макар Кузьмич, бледный, удивленный и пожимает плечами. Как же это возможно?» «Это... это никак невозможно. Ведь Анна и Растовна, ведь я... ведь я чувства к ней питал. Я намерение имел. Как же так?» «Да так. Взяли и просватали. Человек хороший». На лице у Макара Кузьмича выступает холодный пот. Он кладет на стол ножницы и начинает тереть себе кулаком нос. «Я намерение имел», — говорит он. «Это невозможно, Раст Иваныч. Я... я влюблен. И предложение сердца делал. И тетенька обещали. Я всегда уважал вас, все равно как родителя. Стригу вас всегда за даром. Ведь вы от меня одолжение имели. И когда мой папаша скончался, вы взяли диван и десять рублей денег. И назад мне не вернули. Помните? Как не помнить? Помню. Только какой же ты жених, Макар? Не, что ты жених. Ни денег, ни звания. Ремесло пустяшное. А Шейкин богатый? Шейкин в артельщиках. У него в залоге лежит полторы тысячи. Так-то, брат. Толкуй, не толкуй, а дело уж сделано. Назад не воротишь, Макарушка. Другую себе ищи невесту. Свет не клином сошелся. Ну, стриги. Что же стоишь? Макар Кузьмич молчит и стоит недвижим. Потом достает из кармана платочек и начинает плакать. Но чего? — утешает его Раст Иваныч. — Брось! Эка ревет, словно баба. Ты оканчивай мою голову. Да тогда и плачь. Бери ножницы. Макар Кузьмич берет ножницы, минуту глядит на них бессмысленно и роняет на стол. Руки у него трясутся. Не могу, — говорит он. Не могу сейчас. Силы моей нет. Несчастный я человек. И она несчастная. Любили мы друг друга. Обещались. И разлучили нас люди недобрые. Без всякой жалости. Уходите, Раст Иваныч. Не могу я вас видеть. Так я завтра приду, Макарушка. Завтра дострижешь. Ладно. Поуспокойся. А я к тебе завтра. Пораньше. Утром. У Раст Иваныча половина головы выстрижена до гола, и он похож на каторжника. Неловко оставаться с такой головой, но делать нечего. Он окутывает голову и шею шалью и выходит из цирульни. Оставшись один, Макар Кузьмич садится и продолжает плакать потихоньку. На другой день, рано утром, опять приходит Раст Иваныч. Вам что угодно-с, спрашивает его холодно Макар Кузьмич. Да стриги, Макарушка. Пол головы еще осталось. Пожалуйте, деньги вперед. Задаром не стригу-с. Раст Иваныч, не говоря ни слова, уходит. И до сих пор еще у него на одной половине головы волосы длинные. А на другой – короткие. Стрижку за деньги он считает роскошью и ждет, Когда на остриженной половине волосы сами вырастут. Так и на свадьбе гулял. Спасибо, что дослушали до конца. Если запись вам понравилась, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Спасибо. 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 Спасибо.